Первая впечатление о Кубе революции? Это была революция социалистов, это была революция? Это была революция с прогрессивными реформами, это мы знали немножко. Но когда я приехал, я увидел страшную антисоветскую прессу. Все хозяева старых газет, старые газеты продолжали выходить на Кубе так, как они выходили при Батиссе. И вот этот антисоветизм, антикоммунизм меня страшно поразил. Я не знал, как понимать эту революцию. В конце концов, стал изучать, посмотрел различные реформы, Потом произошли встречи с кубинским руководителем, с Фиделем Кастрой, с Че Геварой и с другими. И они мне объяснили характер кубинской революции, хотя никакого слова о социализме и строительстве социализма тогда не было. Речь шла о справедливом кубинском обществе, независимой Кубе. В это время сказать, что... Извините, пожалуйста. Нужно сказать, я понял во всяком случае там, что 90% минимум было с Фиделем, за Фиделя. Боготворили Фиделя. Фидель был кумир кубинского народа, всех абсолютно, и революционных, и буржуазных слоев. И что я заметил, на каждом доме, при входе в дом, было написано, Фидель это твой дом. И вот в это время американская пропаганда уже начала, так сказать, атаки на кубинскую революцию. Это народу было кубинскому непонятно. Они не понимали, почему Батиста, кровавый Батиста, который столько сделал зла кубинскому народу, американская пресса почти молчала. А сейчас же против революционного правительства, которое поддерживает такое большое количество народа, начинаются атаки. Вот это было бы, на мой взгляд, я бы считал, что американская пропаганда поступила очень опрометчиво. И мне кажется, я, честно говоря, радовался, что вот такие вещи, диверсии начались против Кубы, создали под руководством мира кордона, создали революционный совет, так называемый, за мигрантов, стали уже готовить из Батистовских кругов различные отряды. Это мне было непонятно. Непонятно было и кубинскому народу. И даже друзья Соединенных Штатов Америки, они не понимали, они были в растерянности. В это время, конечно, уезжали уже люди, которые не те, которые работали за Батиста, а просто чувствовали, что будут трудности у них экономические и прочее. Ну и вот, эта пропаганда, мне кажется, сыграла большую... Эта пропаганда и эти действия, уже начались действия контрреволюционные различные, они имели обратный эффект. Мое глубокое впечатление, они сыграли большую роль в отрезвлении кубинского народа, в недоверии своему соседу и в зарождении первых симпатий в отношении Советского Союза и соцлагеря. Первые, так сказать, до сих пор. Там было страшное антисоветское настроение, антисоветские, антикоммунистические. Даже ваш соотечественник Эрнест Хемингуэй, с которым я имел счастье встречаться несколько раз в 59-м году, когда он прибыл, он считал, что на Кубе впервые... Мне он говорил и говорил, но это и отдельно, что на Кубе впервые пришло честное правительство, никем не коррумпированное, думающие о народе. И он, так сказать, он правда заявлял, что я не вмешиваюсь в политику, я не знаю политики, но я все-таки могу отличить ложь от правды. И поэтому, так сказать, вот его свидетельство, это было действительно... Оно совпадало и с моим, потому что вот действия и американского правительства, или кругов отдельных, я не могу сказать, что может быть правительство, это сыграло негативную роль в отрезвлении кубинского народа и, так сказать, в зарождении симпатий к Советскому Союзу. Ну, вы знаете, что начались уже диверсии. В Гараховском Брайе были созданы банды этих контрреволюционеров, которые снабжались самолетами из Соединенных Штатов. Кто их посылал в оружие, но и посылали оружие. Это все было известно кубинскому народу. Против Фиделя Кастро было организовано... Готовилось во всяком случае нескольких террористических актов. Около больше десятка. Восемь, как вы знаете, даже в Конгрессе, когда шло расследование деятельности ЦРУ, в 70-х годах, было зафиксировано восемь террористических актов, которые готовились против Фиделя Кастро. Все это народ знал, конечно, кубинский. Вот. И все это... Но самое главное, я хотел... Я бы хотел привести 3-4 или 5 крупных акций американского правительства, которые сыграли решающую роль в отходе Кубы от, ну что ли, от таких дружеских отношений и в искоренении антисоветских, антикоммунистических предрассудков на Кубе. Это следующее. В 4 марта 1960 года в Гаванском порту произошел взрыв французского парохода «Лё Кубр». Этот пароход был зафрахтован кубинцами и привез оружие стрелковое и боеприпасы из Бельгии. Этот пароход взорвался, и при взрыве погибло около 172, по-моему, на том еще там французы, около 100 кубинцев и французских моряков. Для всех это было ясно, не секрет, что мина замедленного действия была заложена агентурой ЦРУ. Так, во всяком случае, это было объяснено кубинцам, и это, так сказать, все посчитали. Вот до этого, если мы разговаривали с Фиделем, был тогда уже Микоян, речь о закупке у нас оружия, просьбе Советского Союза оружия никогда не было, никогда не было. И только после взрыва вот этого парохода «Лё Кубр» в апреле месяце Фидель, кубинская правительство, впервые обратилась к Советскому Союзу о помощи оружием, потому что в это время самолеты, которые были заказаны в Англии, английское правительство отказалось их поставить. Вот тогда, после обращения к Советскому правительству, хотя отношений у нас еще дипломатических не было, Советское правительство действительно продало и, во всяком случае, поставило определенное количество стрелкового оружия, небольшие артиллерии, антизенитные артиллерии и так далее. Это было, которое, так сказать, и показало себя уже на Пляе-Херон. На Пляе-Херон было использовано это оружие, которое было получено от Советского Союза и от других стран, из Чехословакии в частности. Второй важной, крупной такой акцией, которая тоже, очевидно, непродуманно провело американское правительство, это был отказ поставлять кубе нефть, с тем, чтобы ее поставить на колени, путем, значит, отсутствия. А потом, когда все-таки, после того, как подказались компании поставлять нефть кубинцам, кубинцы обратились к нам и купили у нас эту нефть по гораздо дешевым ценам, более дешевым ценам, во всяком случае, тогда компании, заводы, три завода на Кубе, которые принадлежали американскими межконтинентальным компаниям, они отказались их перерабатывать эту нефть. Тогда, в ответ на эту акцию, кубинское правительство поставило под контроль эти все три завода и начало перерабатывать советскую нефть. Это была акция, которая фактически принесла только вред отношениям между Соединенными Штатами и Кубой. Следующим актом готовился нанести страшный удар по Кубе. Куба производила и продавала по квоте сахар Соединенным Штатам по преференциальным ценам. И вот, когда сахар уже был готов, произведен, должен был отправиться в Соединенные Штаты, в это время вышло указание Эйзенхауэра, тогда он президентом был, о том, чтобы отказаться от закупки 700 тысяч кубинского сахара. Таким образом, это была, конечно, гибель для кубинской революции. Мы, Советский Союз, сахар тогда не покупал, или покупал очень мало. Фидель знал, что Советский Союз сахар такой купить не может. Другие страны на западном рынке тоже самое не могут купить. Поэтому страна оказалась бы действительно в страшном, тяжелом положении из-за отсутствия валюты. И вот тогда Фидель обратился, это ко мне лично обращался, тогда у нас уже была торговая, не торговая группа, о том, чтобы мы купили хотя бы символическое количество сахара. Он собирал митинг, и этот митинг, на медном митинге он должен был объявить о том, что все-таки выход еще у кубинского народа есть. Мы послали телеграмму, ответ советского правительства должен был прийти через два дня к митингу к этому, и он действительно пришел. И там речь шла, когда я передал телеграмму Фиделю, где было сказано, телеграмма подписана Хрущевым, где было сказано, что мы, Советский Союз, готов закупить вес сахар, 700 тысяч тонн, от которого отказались Соединенные Штаты, и не только в этом году, но и в последующих годах. Это было, вы знаете, это было событием. Вот этот день был похоронен навсегда антисоветизм, антикоммунизм на Кубе, и восторжествовал, глубоко проник антиэпериалистическое настроение кубинского народа, потому что было ясно совершенно с одной стороны и с другой стороны. Я был на митинге, этот митинг действительно на митинге, был миллион человек. Я был на трибуне в это время и видел, как ликовал кубинский народ, бросая в воздух береты и танцуя, и так далее. Вот это было и последнее, конечно, это было в 60-м году. Это было 9 или 8 июля 1960 года. И последний, конечно, самый такой тяжелый, что ли, удар по отношениям между Кубой и демократической Кубой, еще не социалистической, был организация Плеохерон. Это, конечно, было из рук, на мой взгляд, совершенно необдуманное, потому что, вероятно, я даже не понимаю, как могла агентура ЦРУ сообщать о том, что на Кубе может произойти восстание. Это было очевидно каждому, даже невооруженным глазом, что за Фиделем народ идет полностью. Во всяком случае, 80-90 процентов. И никаких возможностей в этот период уже Куба организовалась. Хотя не очень была вооружена, но все-таки вооружена была милиция. И рассчитывать на то, что наемники, 1500 человек, которые высадились на Плеохерон, могут повернуть вспять историю. Невозможно, это не произошло. И вы знаете, чем кончился Плеохерон? 72 часа они были, так сказать, все взяты, а потом, в конце концов, переправлены в Соединенные Штаты за определенную, так сказать, за какой-то выкуп медикаментами и так далее. Вот так пришел, и кубинский народ понял, где у него враг, и где, так сказать, кто их хочет, не хочет, так сказать, ну что ли, для кубинского народа такой, что ли, свободной жизни, и кто у него настоящий друг. Вот в это время, как раз в период высадки, перед самой высадкой Плеохерон, 16-го, 15-го, были бомбардированы различные аэродромы, было убито несколько кубинцев, и вот на похоронах тогда впервые Фидель Кастро заявил, что Куба является, революция кубинская является социалистической, и что кубинский народ будет защищать не только кубинскую национальную независимость, но и социалистической кубу. Таким образом, уже под лозунгом социалистической куба были разгромлены наемники на Плеохерон. Ну ладно, я сейчас дальше немножечко еще. Я закончу сейчас Плеохерон, немножко прямо в уголе. Я подойду к ракетам прямо. Окей, окей, change focus, окей? You ready? Да, это я хочу посмотреть сначала. В связи с поражением на Плеохерон наемников, начали, пропаганда не ослабла, а в отместку за это поражение начались готовиться новые различные акции. И единственная, конечно, возможность теперь, уже было ясно, во всяком случае, не говорю о правительстве, но ястребом американским, что только прямое вооруженное вторжение может свергнуть правительство Фиделя Кастро. Задача номер один была поставлена, это стало известно и позднее, да и тогда было ясно, это свержение или убийство, что хотите, в правительство Фиделя Кастро и устранение Фиделя Кастро. Это было всем ясно. Было ясно, что такие акции готовятся, и вот тогда уже Советский Союз, получив более тесное сообщение, когда уже у нас было организовано наше посольство, я еще не был тогда послом, был советником, в это время как раз происходит обмен мнениями, как спасти Кубинскую революцию между нашими руководителями и кубинскими руководителями. В это время уже были визиты в Москву, и Фиделя еще не было, и Че Гевара, и Рауля Кастро, и многих других, были, приезжали уже и советские кое-какие руководители, некоторые руководители. Вот, и вот когда в 62-м году, в 62-м году, я не знаю, когда это зародилось, я не очень в курсе дела, вот, возникла идея, задумались оба правительства, как же все-таки спасти Кубинскую революцию. Совершенно ясно было для всех, что готовится вооруженное вторжение на Кубу. И поэтому начались поставки более солидного оружия, самолеты, скажем, МИГи, советники кубинской артиллерии. И, в конце концов, пришли оба правительства к выводу, что для того, чтобы не дать возможность напасть Соединенным Штатам на Кубу, необходимо ввести ракеты. Это было, так сказать, обоюдное согласие. Конечно, это риск был, риск, на который пошло наше правительство, и, в частности, лично Хрущев, конечно. И вот так, значит, был решен вопрос ввести эти ракеты, конечно, не публично, а скрытно, потому что вы сами понимаете, что для того, чтобы американское правительство, готовящее вот такое вторжение, поняло, что оно играет с огнем. Потому что авантюризм, это Фидель всегда говорил, авантюризм только тогда процветает, когда он безнаказан. Если же, так сказать, ястреби авантюристы будут чувствовать, что есть какая-то угроза поплатиться, это, может быть, отведет от кубинской революции, вот, значит, до воклов меч, который над ней висит. И вот тогда, значит, было решено вводить их ракет. Я был назначен послом, приехал во всяком случае туда в августе перед самым Карибским кризисом. Ракеты еще не были, но, во всяком случае, часть уже ракет была на Кубе. Ракеты были ввезены и полностью находились в руках советских военных специалистов. Кубинцы к ним не имели никакого отношения. Кроме того, что они поддерживали и знали, что это самое... Ну, это вы сами понимаете, вопрос не распространения аэрооружия. Конечно, мы отвечали за эти ракеты, и, так сказать, наши советники полностью... Ракеты были ввезены не для того, чтобы начинать войну Соединенных Штатов. Это было бы безумие, и никто об этом не думал. И наши руководители в разговорах, во всяком случае, говорили, что это будет фактор сдерживания, фактор определенного устрашения. Ведь мы же испытали на себе это. И в тот период были американские ракеты нацелены на Советский Союз. Из Турции, из Италии, из Англии. Так вот, нужно было дать почувствовать о том, что и как тяжело жить при нацеленных ракетах. Вот это должно было понять и американское общество, и американское правительство. Это была единственная цель. Спасти Кубинскую революцию. Других никаких планов. Организовать там базы военные. И мы не собирались, и не собираемся, и, наверное, никогда не будем собираться. Потому что это не нужно. Тем более, сейчас, при обстановке, когда действительно нужно искать компромиссы, что всякое противостояние против в ядерный век между двумя гигантами, обладающими ядерным оружием, конечно, это может привести к очень тяжелым результатам. Вот так была задача спасти Кубинскую революцию при помощи вот такого жеста. И действительно, это так и получилось. Ну, что можно сказать? Ракеты уже были готовы, везены. Они обслуживались, так сказать. Были еще, пароходы шли еще, конечно. Было, может быть, не все перевезено, что-то еще было. Я не знаю, во всяком случае. Но вот 14 числа, как вы знаете, или 15 октября, президенту на стол положили документы о том, что на Кубе имеется 42, по-моему, ракеты. Имеется 42 пункта, которых, вероятно, рассылали. Я уверен, что американцы немножко, во всяком случае, разведыватели дорого. Немножко должны раньше были знать. Потому почему-то 14 числа до облета самолетом и спутниками. Потому что все-таки ракета это большая штука, это 30 с чем-то метров. Ее возили по Кубе, значит, из портов возили к местам. И ясно, что народу много верило, но не знало, что это такое. Возили, но не знали, что это такое. Какие-то странные вещи. Тем более, что в основном работали наши военные специалисты. И, вероятно, писем было очень много в Соединенные Штаты. Добровольные, ну что ли, люди, которые сочувствовали Соединенным Штатам. Были антифиделевцы, антикоммунистами. Они, конечно, писали туда о том, что что-то происходит на Кубе. Да я думаю, что администрация не верила. Дескать, ну как это можно? Ну невозможно. Я, конечно, не знаю, кому первая в голову пришла идея об установке ракет. Но я точно знаю, поскольку я был свидетель этого, что ОПО правительства были заинтересованы, ОПО правительства были равноправными. Для того, чтобы спасти Кубинскую революцию. Кубинская правительство было со своей стороны, чтобы спасти свою революцию. Мы, как друзья, тоже самое готовы были пожертвовать, войти даже на риск вот такой крупной антиядерной войны. Хотя мы знали, что этого не случится. И поэтому здесь оба правительства были равноправными. Никто никому ничего не навязывал. И наши ракеты, как вы знаете, были, когда мы их вывозили, вы знаете, что даже тоже Кубинская... Если говорить о том, что им было что-то навязано, даже Кубинская правительство не очень охотно и не очень радушно встретило вот такое решение о выводе ракет. Это говорит о том, что задача была только об одном – спасти Кубинскую революцию. Это, конечно, были очень трудные дни для нас, для работников советских организаций там. Наша посольство, советник. Конечно, мне приходилось встречаться с нашими военными советниками, которые руководили ракетами. Хотя они мне никак не подчинялись, это само собой разумеется. Вот. И нас, такие вот трудные дни, когда наступили, нас поддерживало следующее. Во-первых, единство и такой энтузиазм кубинского народа дать отпор. Единство абсолютное совершенно. Никакой боязни, что вот их завтра разбомбят. С другой стороны, мудрость и действительно решительность Фиделя Кастро, который нас поддерживал. Я думаю, что даже нам вот на Кубе, хотя мы первые мишени должны были, нам было проще, гораздо спокойнее, чем, скажем, в Вашингтоне и в Москве. Наверняка. Потому что здесь решались судьбы, так сказать, что будет дальше. Был найден компромисс. Действительно, оба правительства, и в частности президент Кеннеди, нашел в себе мужество посмотреть реальным фактом в лицо. поступил реалистически, не поддался нажиму ястребов, которые, так сказать, требовали крови. И я думаю, что его заслуга в этом очень большая. В современном мире жить только, возможно, таким образом. При ядерных, при равновесии ядерного оружия, конечно, другого пути не было. И это, я думаю, что урок, который должен послужить и на будущее в отношениях между нашими правительствами. Что еще? Как известно, 22 октября президент Кеннеди выступил с обращением к нации и объявил об введении блокады. Правда, он назвал ее карантином. Но это фактически одно и то же. Военная блокада с тем, чтобы не допускать не только советские пароходы на Кубе, но и все другие. Это было встречено, ну, во всяком случае, как тревожное явление. Но, тем не менее, наши пароходы шли и проходили даже во время блокады. По-моему, один или два парохода было остановлено, но многие пароходы просто проходили без всякого. Тем не менее, все-таки опасность какая-то была применение. Это же военная мера, это фактически почти объявление войны. Но мы не шли и на риск, то же самое, для того, чтобы не углублять этот кризис. Знаю, что пытались искать какой-то компромисс. Ряд наших пароходов завернуло, повернуло, значит, курсом обратно. Но все уже было на Кубе. Ракеты были на Кубе, так что такого большого, что ли, ущерба для нас это не было. Ну, Фидель Кастро и кубинский народ был, так сказать, ну, как вам сказать, был озабочен, но в то же время не чувствовал, что вот, так сказать, пришел ему конец. Это было, так сказать, чувствовалось по тому настрою, по готовности бороться. И вот 22-го числа он выспел, 23-го началась переписка между Хрущевым и Кеннеди. Было, я не помню сейчас точно сколько писем, письма эти все получал в посольство для информации Фиделя Кастро. Все письма до одного, с первого письма Хрущева, ответа Кеннеди, с нового письма Хрущева, значит, ответа Кеннеди. Все письма с 23-го по 28-го Фидели были переданы и с ним обсуждались. Он участвовал активно, так сказать, в выработке, ну, что ли, мнений определенных. Он, так сказать, зная лучше нас, конечно, вашу нацию и ваших руководителей, этого не всякого сомнения проявилось во время решения кризиса. Фидель нам подсказывал, не только подсказывал, а проводил свою линию, которая, так сказать, как совершенно независимый, ну, что ли, независимый руководитель независимого государства. В это время, как вы знаете, после 28-го числа было, было принято решение о выводе ракет в обмен на гарантию Соединенных Штатов не нападать на Кубу и удерживать от этого своих союзников. Но, к сожалению, это телеграмма, это письмо, последний наш ответ, он пришел 28-го, но гораздо раньше пришло телеграфный агент, сообщение радио, потому что телеграмма пришла обычным ходом, зашифрованная, там, вы знаете, процедуры. Раньше было сообщено о том, что Советский Союз, агентствами Советский Союз выводят ракеты в обмен на гарантию. Это немножко, поскольку до этого кубинцы еще не знали, так сказать, вот этого письма, оно пришло несколько позднее, они, конечно, не поняли сразу, ну а потом разобрались. Фидель продиктовал знаменитые пять, сразу же в этот день, пять пунктов, знаменитых, в которых, значит, в связи с Союзом Домаркет, считают, ну я не... Не скажи. Окей, сейчас скажи. Скажи мне о Филе. Да, я сейчас... Как Фидель ответил? Да, да. Фидель в этот же день, утром, до получения еще подлинного письма Хрущева и предварительного письма Кеннеди, продиктовал знаменитые пять пунктов, в которых он требовал прекращения экономической блокады, прекращения агрессивных и диверсионных действий против Кубы, прекращения полетов, нарушения воздушного пространства и морского пространства, и еще один пункт, и пятый пункт ухода американцев с базы Гуантанамо. Вот, так сказать, условия, которые он поставил при решении кризиса. Правда, не все эти условия были при окончательном решении Карибского кризиса, когда была блокада военная, карантин был снят 20 ноября, не все было выполнено, но многое, конечно, нужно сказать, что Фидель был прозорливее нас в переговорах, и, так сказать, он активно участвовал в решении переговоров, потому что шли одновременные переговоры и в Соединенных Штатах, и, так сказать, Микояновым переговоры с Фиделем Кастро. Микоян приехал 1 ноября, а до этого был 30-го и 31-го был Утан на Кубе, который встречался и с Фиделем, и со мной, я даже ему приводил по его просьбе генерала, который занимался демонтажем ракет, когда было Утану сказано, что это было, наверное, 30-го числа мы были у него, и сообщили ему, что 1-го числа, 1-го ноября все ракеты будут в портах или на судах, и что ракеты будут демонтированы и будут доставлены. Он нас поблагодарил, сказал, что можно ли записать мне это для того, чтобы доложить обеденную нацию, мы сказали, да, и записал фамилию этого генерала, который занимался. Когда прибыл Микоян, начались переговоры с Фиделем Кастро с тем, чтобы разъяснить ему ту позицию, то решение, которое было принято между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Фидель прямо не участвовал, поэтому нужно было определенное разъяснение. Но мы приехали к нему на первую, это было, по-моему, первого, первого он приехал ноября, второго ноября мы пришли к Фиделю в его, значит, особняк, где с ним начали разговаривать, и в это время мне из посольства позвонили и сообщили о том, что есть телеграмма Микояну, и сообщили о том, что Микояна умерла жена. Я единственное, что мог сделать, предупредить секретаря Фиделя Кастро о том, чтобы она написала Фиделю о том, что вот я поехал в посольство такой-то телеграммой, чтобы разговоры, так сказать, были, ну, что ли, такими добрыми, что ли. Потом я привез телеграмму, где было сообщено о том, что вот произошел такой несчастный случай, жена ее умерла, и Микояну предлагалось принять любое, любое решение. У него был самолет свой, вылететь или остаться как он пожелает. И после долгих раздумий Микоян считал, что он вряд ли может уже помочь, что-нибудь делал настолько серьезное на Кубе, он остался на Кубе, и, так сказать, пробыл там почти месяц до снятия блокады Соединенными Штатами. А в Москву полетел его сын Сергей, который там в это время был. В этом вот сейчас я скажу в переговорах не всего удалось добиться, но во всяком случае Фидель оказался более прозорливым и, во всяком случае, с лучшим знанием психологии американских собеседников наших. Он не очень верил в гарантии, прямо надо сказать, потому что считал, что гарантия без какой-нибудь поддержки силы это не гарантия, могут всегда нарушить. И он даже, я, если мне не ошибаюсь, не как-то говорится по-русски, не изменяет память, Фидель говорил, вы знаете, я думаю, вот как будут вестись переговоры, что, во-первых, американцы для того, чтобы унизить Кубу, унизить меня, пойдут, но это уже было более-менее ясно, потребуют вывода устаревших, правда, самолетов Ил-28. Второе, потребуют, вероятно, значит, ликвидации или, во всяком случае, торпедных катеров типа Кабар такие были, охранные. потребуют инспекции, обязательно потребуют инспекции в портах или, значит, даже на местах стоянок. И может случиться так, что потребует введения в мое правительство, это я запомнил фразу, эмигрантов, которые, так сказать, находятся сейчас в Соединенных Штатах. Ну, первое, кроме последнего, почти все оправдалось, хотя мы не очень верили, мы считали, что нет, это не может быть, договоренность такая есть. Действительно, потребовали у нас вывода американские собеседники там в Нью-Йорке самолета, самолет был принят, торпедные катера тоже самое. Что касается инспекции, мы, конечно, не могли, мы сказали, что это решает кубинское правительство, и поэтому был найден такой путь. Фидель категорически возражал и против инспекции в порту, на площадках, и даже на советских кораблях. И тогда были ракеты, все ракеты погружены на корабли в открытом виде, и в открытом море американские самолеты посчитали все ракеты, вывезли. Вот так была, значит, решена инспекция. Это Фидель играл роль совершенно, так сказать, самостоятельно, требовал. Мы с этими вещами мы поддержали пять пунктов, и мы поддержали все, так сказать, его, пожеланиям. И последнее я хочу закрыть. Да. Выход из кубинского кризиса подтвердил возможность и необходимость решения спорных вопросов при помощи компромисса, при помощи с двух сторон приближения, так сказать, точек зрения с тем, чтобы даже в сложных таких вопросах решить его, чтобы восторжировал здравый смысл и обоюдное решение. Карибский кризис это показал. В этот период наши руководители оказались на высоте и, так сказать, избежали действительно один из самых, по-моему, сложных периодов нашей истории термоядерного, так сказать, противоборства. Президент Кеннеди показал действительно свои качества большого государственного человека-реалиста, который понял, насколько сложно, так сказать, было трудное положение, что нужно было искать вот такой компромисс, и с двух сторон, так сказать, этот компромисс был найден. Победил, фактически, победила добрая воля и разум, человеческий разум и, так сказать, здравый смысл. И вот этот, по-моему, урок надо всегда, так сказать, помнить не важно, кто пресса писала, что победителями казались Соединенные Штаты, но я думаю, что это совершенно не важно. Самое главное, что был спасен мир, с нашей точки зрения, была спасена Кубинская революция, так сказать, были и те, и другие удовлетворены положением. Дальнейшее, в течение довольно длительного времени Куба, хотя и подвергалась различным нападкам со стороны определенных кругов, но тем не менее, как государственной, в государственной политике она жила более-менее спокойно до определенного времени и строила свою счастливую жизнь. Я очень счастлив, что мне пришлось быть в это время на Кубе, видеть все, так сказать, пережить все это дело, быть, действительно, таким же сторонником до сторонником здравого смысла, и я очень рад, что в конце концов Фидель тоже самое, если были определенные трудности, полгода спустя, когда он приехал в Советский Союз, и когда он понял, что такое, как был решен Карибский Союз, он заявил следующее, я хотел бы зачитать этого. Выступая в Москве на 23 мая 1963 года, Фидель заявил, во всем величии будет сиять страна, которая во имя защиты маленького народа положила на весы термоядерной войны благополучие, выкованное за 45 лет созидательного труда и ценой огромных жертв. Советская страна не поколебалась взять на себя риск тяжелой войны в защиту нашей маленькой страны. История не знает подобных примеров. Вот такую оценку я закончил свою потом, уже через пять лет закончил свою дипломатическую деятельность. Вот все. Не выдал я никаких вам секретов. Пенсионер, мне... несколько вопросов. Один это вы помните то, что в котором Ю-2 был сдавлен? И вы можете описать атмосферу в Хабана когда Ю-2... когда в центре ... в центре... Нет, я помню, но не очень помню. Я не могу вам ничего сказать. Вы знаете, я не очень предпринимаю. я очень запамятовал это дело. Знаете, это было в самые последние по-моему дни, да? No, it was in the middle of the crisis. You too were done. Я просто ничего не могу сказать, потому что не знаю, не представляю себе. После, я уже после считал о том, что там значит труп по-моему был выдан потом, да? Кажется это самое. Нет, это я не помню. Can you sort of speculate about what the whole thing meant to Khrushchev? How did it affect Khrushchev? Как это все на Khrushchev не отразилось? Я думаю, что никак не отразилось абсолютно. Это Карибский кризис, мы не считаем, что это дело только одного человека. Это решение коллективное и я, конечно, не знаю, я не не был вреден, но я почти уверен, что Карибский кризис ему никак. Я точно не знаю, так сказать, что думал Фидель Кастро. Во всяком случае, он не был, он озабочен был и считал, что необходимо проявлять твердость, что его соседи могут уважать только абсолютно твердые и твердую настоящую позицию, никаких колебаний. Это вот я помню, а другого я больше ничего сказать не могу. Во всяком случае, он не боялся. Василий Кузнецов сказал что вы не будете делать это опять. И вопрос это, что он смеет это? Он может это из-за Василий? Что? Кузнецов? В конце этого Василий Кузнецов сказал что вы не будете делать это опять. что что я просто не знаю что больше никогда не сделаем подобного да больше не сделайте этого нам ну я не знаю просто не знаю я думаю что это уроки которые нужно извлечь и нам и вам и все больше чего то до как стенд в как в кубе так сказать осознавал баланс ядерных сил на наших и американских ну я я не знаю мы так сказать как ну у нас никаких данных не было но я думаю что мы знали что конечно больше ядерного оружия у американцев я во всяком случае так думал потому что знал что во-первых и в турции базы базы но тем более я не знал сколько у нас оружия сколько так трудно сказать я просто как обыватель мог думать так я думал так что у Соединенных Штатов больше не знаю просто не знаю логически наверное да но не знаю can you describe simply the atmosphere in the Cuban street in Havana during this time what do people talk about how they behave and so on just to give us a sense texture а атмосферу в Кубинской улице в Украине о чем вы говорили что они сделали на улице а о чем говорили вы знаете мы настолько были заняты делами действительно политическими важными что ну кубинцы народ очень активный энергичный ну митинговали выступали против американского империализма по моему так вот трудно трудно сказать Я просто, будучи пословом, не общался так с собой. Как они чувствовали себя в Кубе, делая то, что они делают? Вы можете дать нам виду людей? Как советские солдаты это механизм катакольного вопроса, как ГИБА, КОНЕДУК? Ну, все, конечно, знали, что довольно трудный момент, но почему-то вот я, например, и не только я, но и все мы, кто там был, мы переживали меньше. Я уверен, что мы меньше переживали, чем в Москве и Вашингтоне, потому что все-таки в голове не укладывалось, что произойдет невероятное. В голове укладывалось, что найдется, тем более уже начались переговоры, найдется какой-то выход из положения. Вот мы так думали. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!